МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Противоправную деятельность теперь уже осужденного пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области совместно с сотрудниками полиции. Мужчина занимался незаконным изготовлением и хранением взрывчатых веществ, а также компонентов для их приготовления. В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства фигуранта в частном секторе обнаружены готовые взрывчатые вещества, а также более 6 килограммов пиротехнических смесей для их изготовления. Установлено, что мужчина изготавливал взрывчатые вещества, используя находящиеся в свободном гражданском обороте компоненты. Качество полученной взрывчатки он испытывал на территории заброшенных построек. Судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно со штрафом в размере 110 тысяч рублей. С испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание гражданам. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...